Как выбрать вариант вывода в программе FastStone? Значок вывода находится рядом с последним значком с правой стороны на панели управления FastStone. Значок, который отображается, показывает, какой вариант вывода использовался последний раз. Поэтому отображаться может любой значок из 9 предложенных. Если вы хотите использовать те же параметры вывода, которые использовались последний раз, нет необходимости изменять параметры вывода. Если хотите изменить, то нажмите на треугольник рядом со значком, который отображается и появится выпадающее окно с предложенными вариантами вывода. Нажмите на один из 9 предложенных вариантов и на панели инструментов изменится значок вывода. Также существует в дополнении к 9 основным вариантам 4 дополнительных параметра. Это вставлять заголовок, вставлять крайводяной знак, включать указатель мыши, предпоросмотр в редакторе. Например, вставлять заголовок. Если применить этот параметр, он позволит вам автоматически применять заголовок для каждого изображения, без необходимости открывать редактор программы FastStone. Водяной знак или вставлять край. Если вы выберете эту функцию, это позволит вам применять водяной знак для каждого изображения автоматически. Следующий параметр – указатель мыши. Если включить этот параметр, то указатель мыши будет включен в захват изображения, при условии, что указатель расположен в пределах области захвата. Этот параметр работает лучше всего, когда захват происходит с помощью горячих клавиш. Следующая функция – это предпросмотр в редакторе. Если вы включите этот параметр, то сделанный захват будет открываться всегда в редакторе для предпросмотра. И для завершения выбранного вида вывода нужно будет просто нажать на значок выбранного вида в окне редактирования. Давайте выберем, например, отправить на печать и поставим функцию предпросмотр в редакторе. То есть мы делаем скриншот, он должен быть отправлен программой сразу на печать, но обязательно должен быть предпросмотр. Мы видим, что сделанный скриншот открывается в редакторе. И чтобы завершить нашу операцию с этим скриншотом, отправляем его на принтер. То есть здесь отображается именно тот параметр вывода, который мы с вами выбрали. Теперь давайте подробнее рассмотрим 9 основных вариантов вывода. В редактор. Программа FastTone имеет встроенные функции для обработки изображений. Если выбрать этот вариант, записанный образ будет открыт в редакторе. В буфер обмена. Если выбрать этот вариант, то сделанный скриншот будет помещен в буфер обмена программы Windows. А если вы хотите посмотреть сделанный скриншот прежде, чем сохранить в буфер обмена, выберите также функцию предпросмотр в редакторе. Если хотите ограничить количество цветов в захвате до 256, установите этот параметр в разделе настройки. То есть мы с вами об этом уже говорили в прошлом уроке. Функция разная. И конвертировать в 256 цветовую гамму. После того, как сделанный скриншот сохранен в буфер обмена Windows, можно использовать команду «Вставить для вставки изображения в документ», например, в Word, в PowerPoint и так далее. Следующая функция сохранения – это файл. Этот параметр сохраняет изображение в виде файла на жестком диске. Если вы хотите сделать предварительный просмотр, вы выбираете данную функцию и также устанавливаете галочку возле предпросмотр в редакторе. Когда параметр для вывода вступит в силу, появится новое окно, в котором необходимо выбрать папку для сохранения. Давайте сделаем скриншот. Нажмем для окончательной обработки файл. И здесь необходимо выбрать папку для сохранения, если она у нас не была настроена, когда мы делали с вами настройки программы. Также выбираем тип файла, JPEG. Мы с вами уже договаривались, что мы будем использовать с вами JPEG. После этого нажимаем на кнопку «Сохранить». Файл будет сохранен на жесткий диск. А теперь функция «Файл автосохранения». Этот вариант вывода включает опцию «Отправить изображение в буфер обмена Windows». Этот вариант также сохраняет изображение в виде файла, как и предыдущий вариант. То есть файл. Но существуют некоторые различия. Если вы сразу выберете эту функцию, то есть автосохранение программы, запросит в новом появившемся окне, чтобы вы указали путь сохранения. Нажмите кнопку «Ок» и появится диалоговое окно. «Параметры», назначьте формат вывода JPEG и выберите папку для сохранения. Если необходимо при автосохранении копировать изображение в буфер обмена, выбираем данную функцию. Сейчас давайте я вам покажу, где это. То есть при автосохранении перед вами откроется это окно, в котором необходимо будет указать папку для сохранения. Если необходимо копировать изображение в буфер обмена, устанавливаем галочку. Если необходимо открыть исходящий каталог, устанавливаем галочку в этом окне. И если необходимо открыть сделанный скриншот во внешней какой-то программе, устанавливаем галочку и выбираем ту программу, с помощью которой необходимо открыть наш скриншот. Следующая функция вывода на печать Этот вариант посылает изображение на принтер Если вы хотите предварительно посмотреть изображение Выбираем данную функцию предпросмотр в редакторе Затем значок выбранной функции То есть вы уже знаете, что Например, сделав скриншот Для его завершения нужно будет проделать последний шаг То есть выбрать именно тот путь Тот параметр, который мы с вами установили Например, на принтер Отправка на печать Появится диалоговое окно, в котором необходимо сделать настройки Для выбранной печати Если не выбирать функцию предпросмотр в редакторе Вот это диалоговое окно Оно откроется сразу Здесь нам доступна функция выбора наших принтеров Например, здесь отображается список тех принтеров Которые мы можем с вами использовать Также вы видите, что у меня установлено приложение до PDF То есть сделанные скриншоты я могу конвертировать уже в PDF В книге в PDF формат Следующий вариант вывода Это отправить по e-mail Например Давайте сделаем скриншот Отправить по e-mail Открывается новое окно, в котором мы выбираем формат Имя файла можно изменить и отправить Если у вас компьютер поддерживает связь, вывод именно скриншотов по e-mail То есть поддерживает вашу почту Скриншот будет отправлен, вы увидите Если не поддерживает, то сделать это вы не сможете То есть, видите, открывается Открывается новая программа, в которой вы прописываете кому Здесь уже существуют вложения изображения Тему можете прописать, отправить и написать текст Если программа FastTone не поддерживает вашу почту То вам придется сохранить данный скриншот И уже потом просто прикрепить файл к своему письму И после этого только отправить Следующая функция это вывод в Word Если у вас открыт документ в Word, то изображение будет вставлено там, где установлен курсор Если не открыта программа Word, то FastTone откроет эту программу И установит созданный скриншот в начало документа Также он поступит, например, если выбрать функцию в PowerPoint Тоже если открыта программа, то изображение установится там, где установлен курсор Если курсора нет, то и программа не открыта, то FastTone автоматически запустит программу И установит созданное изображение И последняя функция вывода это FTP То есть когда нам необходимо вывести наше изображение на странице нашего блога Но предварительно, конечно, нам необходимо сделать все настройки для вывода наших изображений Теперь вы знаете, как выбрать вариант вывода из 9 предложенных